Информация о полезных сервисах, ресурсах и возможностях для инвесторов и всех, кто управляет своими деньгами. В любое время из любой точки мира можно вложить средства в стратегии доверительного управления на базе индивидуального инвестиционного счета. Сделать это можно всего в несколько кликов через мобильное приложение PSB и в личном кабинете на сайте управляющей компании «Промсвязь». С помощью онлайн-сервисов компании «Промсвязь» вы можете отслеживать состояние вашего портфеля в удобное для вас время, где бы вы ни находились. Существуют две стратегии под ваши потребности, доходность которых потенциально обгоняет ставки по депозиту. Стратегия «Консервативная» подойдет инвесторам, которые ориентируются на умеренный потенциальный доход при невысоком уровне риска. Стратегия «Перспективная» рассчитана на инвесторов, ожидающих высокой потенциальной доходности в долгосрочном периоде при умеренно-агрессивном уровне риска. Стратегии подходят и для начинающих инвесторов, а использование ИИС позволяет увеличить свою выгоду за счет налоговых стимулов от государства. Вам понадобится меньше минуты, чтобы оформить покупку ИИС с доверительным управлением через мобильное приложение PSB Mobile. Открываем мобильное приложение PSB, переходим в раздел «Инвестиции», а затем «Индивидуальные инвестиционные счета». Попадаем на витрину ИИС ДУ. Выбираем стратегию, нажимаем «Оформить». Выбираем счет списания и вводим сумму покупки. Подтверждаем операцию кодом из PUSH или SMS. Ссылка на сервис в описании под этим видео. Морган Стэнли призывает инвесторов быть осторожными в отношении китайских акций, учитывая недавнее ужесточение регулирующих мер в технологическом секторе. Инвестиционный банк повторил свой призыв понизить рейтинг китайских акций по индексу MSCI China до равного уровня с акциями на других развивающихся рынках. Они включают в себя как активы A-класса, котирующиеся на материке, так и офшорные акции с котировкой в Гонконге. Опасения по поводу регуляторного контроля над китайскими технологическими компаниями снова растут. После того, как КНР объявила о пересмотре решения в отношении кибербезопасности приложения Didi в начале июля. Власти отдали распоряжение убрать приложение Didi из общего доступа всего через несколько дней после того, как компания запустила свое IPO в США. Китайские регуляторы утверждают, что Didi незаконно собирала персональные данные пользователей. С тех пор КНР начала изучение параметров по кибербезопасности еще в трех китайских компаниях, зарегистрированных в Штатах. Пекин недавно запустил новый этап информационной борьбы. Закон о защите данных, принятый в июне, определил правила сбора, хранения, обработки и передачи данных всеми компаниями. Он вступит в силу в сентябре. Власти страны заявили на прошлой неделе, что планируют усилить надзор за всеми китайскими компаниями, зарегистрированными в офшорах, а также ужесточить правила, касающиеся соблюдения правил безопасности хранения данных. Китайский регулятор предложил, чтобы любая компания, имеющая данные о более чем 1 миллионе пользователей, должна проходить проверку на кибербезопасность перед листингом за рубежом. Существует высокая степень неопределенности относительно того, как это повлияет на инвестиционный ландшафт в Поднебесной. Также известно, что Пекин ужесточит надзор за незаконной деятельностью на рынке ценных бумаг, включая инсайдерскую торговлю и финансовое мошенничество. Это сигнализирует о том, что Китай хочет повысить качество своих внутренних рынков. Как говорят аналитики Морган Стэнли, инвесторы с конца прошлого года наблюдают постепенное ужесточение регулирования отрасли. Если масштабы контроля продолжат расширяться, вероятно, это перерастет в обеспокоенность по поводу китайских бумаг в целом. При таком сценарии инвестиционная привлекательность китайских акций может заметно снизиться. Дельта Айрлайнс опубликовала данные о прибыли и убытках за второй квартал, которые превысили оценки аналитиков с Уолл-стрит. И сообщила, что количество бронирований как для отдыха, так и для деловых поездок резко выросло. Авиакомпания из Атланты сообщила о прибыли в 652 миллиона долларов, что перекрыло убытки за пять кварталов, благодаря федеральной помощи в связи с коронавирусом, которая компенсировала некоторые из ее расходов. Акции Дельта выросли на 1,4% на премаркете после публикации результатов. Несмотря на то, что компания по-прежнему переживает трудные времена, выручка будет продолжать расти по сравнению с предыдущими месяцами. В третьем квартале Дельта заявила, что ожидает падения объема выручки на 30-35% по сравнению с 2019 годом, принесшим авиакомпании за тот же период 12,5 млрд долларов. Выручка за три месяца по 30 июня составила 7,130 млрд, что на 43% меньше суммы, полученной за тот же период в 2019 году, но больше, чем ожидали аналитики. На конец квартала у Дельта была ликвидность в размере 17,8 млрд долларов, а общий объем долговых обязательств и обязательств по аренде составил 29,1 млрд долларов. Ее производственные мощности в третьем квартале снизятся. Во втором квартале пропускная способность опустилась на 32%, хотя до 1 мая авиакомпания была вынуждена блокировать средние кресла. Недавно Дельта объявила, что добавляет поддержанные самолеты для увеличения своего парка. Она арендует семь широкофюзеляжных самолетов Airbus A350 и покупает 29 самолетов Boeing 737. По словам авиаперевозчика, выловые капитальные затраты на 2021 год составят около 3,2 млрд долларов. С поправкой на разовые статьи, включая 1,5 млрд долларов федеральной помощи по заработной плате, у Дельта Airlines скорректированный убыток составил 881 млн долларов или 1,7 млн долларов на акцию, что лучше, чем ожидали аналитики, которые прогнозировали скорректированный убыток в размере 1,38 доллара на акцию. Стартап по доставке продуктов питания Zomato планирует привлечь почти 1,3 млрд долларов на этой неделе в рамках IPO в Мумбаи. Это может стать самым крупным размещением акций технологической компании в Индии, превзойдя IPO Tata Services в размере 1,1 млрд долларов в 2004 году. Zomato планирует продать акции по цене от 97 центов до 1,2 доллара за бумагу. Инвесторы внимательно следят за предложением, которое даст некоторые представления об интересе рынка к индийским стартапам. В стране есть множество технологических компаний, которые достигли оценки по крайней мере в 1 млрд долларов. Однако ни одна из них пока не становилась публичной. Аналитики выразили обеспокоенность тем, что индийские стартапы, многие из которых привлекли сотни миллионов долларов на частных рынках по чрезвычайно высоким ценам, должны начать демонстрировать стабильную прибыль. Эксперты считают, что инвесторы будут пристально наблюдать за тем, насколько успешно Zomato будет достигать своих квартальных целей. Главное испытание для этого стартапа – это стать прибыльным бизнесом. Компания была основана в Нью-Дели в 2008 году. Проект создал себе репутацию одного из самых успешных стартапов Индии с командой с более чем 5000 сотрудников и охватом более 10 тысяч городов в двух десятках стран – от Шри-Ланки до Южной Африки. Фирма в очередной раз заставила о себе говорить в январе 2020 года, когда купила компанию Uber Eats в Индии, что стало большой победой на внутреннем рынке. Калифорнийская Uber приобрела почти 10% акций Zomato в рамках этой сделки. Публичное предложение может проложить путь к тому, чтобы еще больше индийских технологических проектов стали публичными в будущем. По сообщениям СМИ, принадлежащая Walmart-компании Flipkart уже рассматривает возможность публичного размещения акций. Она привлекла 3,6 млрд долларов в своем последнем раунде финансирования от инвесторов. На сегодняшний день Flipkart оценивается почти в 38 млрд долларов. Ну а подробнее об этих новостях читайте на сайте finversia.ru. Ссылка в описании под видео. По данным Центробанка, долги россиян достигли исторического рекорда. Что происходит с кредитами сегодня? Можно ли выпутаться из долгов и покончить с кредитным рабством? Как правильно развязывать долговой узел? Как выстроить разговор с коллекторами и что от них можно добиться? Кто и как может помочь должнику? Директор Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств НАПКО Борис Воронин. 18 июля на Финверсия ТВ. Продолжение следует...